В России уже в седьмой раз состоялся международный юношеский хоккейный турнир Кубок Шкода. За чемпионский титул боролись сильнейшие команды из России и Европы. В этом году соревнование принимает Челябинская ледовая арена «Трактор». Еще несколько лет назад именно здесь играл обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. Теперь же на этом льду в финальной битве сошлись детские команды «Салават», «Юлаев», «Уфа» и «Новосибирск». Для участия в турнире компания «Шкода Автороссия» при поддержке Федерации хоккея собирает самых талантливых спортсменов. Как и раньше, турнир полностью соответствует международным правилам игры в хоккей. А год назад соревнование приобрело международный статус. Здесь собраны мальчишки с разных городов нашей страны. Также приехали к нам в гости с ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит о том, что хоккей развивается, это идет обмен опытом. Чешская марка имеет долгую и успешную историю спонсорства хоккейных соревнований. Так, в этом году уже в 27-й раз «Шкода» выступит генеральным спонсором чемпионата мира по хоккею. Что касается ключевой идеи Кубка, то она проста. Основная идея этого Кубка «Шкода» заключается в том, что мы хотим дать возможность молодым игрокам прочувствовать атмосферу большого матча. До Челябинска журналисты добирались на машинах чешской марки из Екатеринбурга, где Кубок «Шкода» проходил в прошлом году. Маршрут автопробега пролегал через живописные и наполненные историей места Среднего Урала. Современная «Шкода» полностью оправдывает свой лозунг, который в последнее время они активно продвигают в «Simply Clever». Этот автомобиль действительно сделан разумно. Чемпионский титул в Кубке «Шкода» достался юношеской команде Салават Юлаев Уфа.